11 апреля на календаре мы продолжаем следить за событиями в Украине и мире. В прямом эфире телеканал Freedom. Работает команда и ведущая интермедиагрупп студии Анна Каменева и Валерий Клименко. Доброе утро. Обстановка на фронте, ситуация на временно оккупированном Бердянске. Готовится ли Россия к новой волне мобилизации? Обо всем этом поговорим с нашими экспертами сегодня в эфире. А также расскажем, почему Донбасс стал для российских оккупантов своеобразным Бермудским треугольником. Спасибо, что смотрите телеканал Freedom и вместе с нами узнаете правду о войне в Украине. Этой ночью российские террористические войска вновь совершили массированную и комбинированную атаку на Украину. Армия страны-агрессора использовала ракеты «Кинжал», ударные беспилотники «Шахет», а также россияне применяли баллистическое вооружение. Под атакой были западные и южные регионы страны. Предварительно цель российских захватчиков – энергетическая структура Украины. Кроме того, вчера вечером российские войска ударили ракетами по Одесской области. В результате удара погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка. Ранения получили 14 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В Одесском районе в результате ударов была повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом, а также заправочная станция. Российские оккупационные войска также обстреляли Днепропетровскую область. Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, оккупанты использовали с десяток ударных беспилотников. В Никопольском районе повреждена пятиэтажка, три частных дома, столовая линия электропередач. Повреждена хозяйственная постройка, еще одна разрушена. Также разрушены три административных здания. Под обстрелом российских войск также были и приграничные населенные пункты Черниговской области. В Национальной полиции Украины сообщили, что под ударом оказалось аграрное предприятие в Новгород-Северском районе. Повреждены здания и спецтехника. Российские оккупанты также нанесли удар по Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Сенегубов сообщил, что обстрелом подверглось село Липце. Там погибли трое мирных жителей. Еще двое гражданских получили ранения в результате обстрелов города Волчанск. Один из них – работник больницы, куда и попал российский снаряд. Далее о ситуации на фронте. За прошлые сутки российские войска пытались 47 раз прорвать оборону украинских защитников. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В общей сложности россияне нанесли 6 ракетных и 65 авиационных ударов. Также 61 раз обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, где захватчики при поддержке авиации 14 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 17 атак армии России. В то же время в течение суток украинская авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава вооружения и военной техники противника. Уничтожила один зенитно-ракетный комплекс, артиллерийскую систему и станцию РЭП. А подразделения ракетных войск ударили по 8 районам сосредоточения личного состава и поразили один зенитно-ракетный комплекс россиян. Украина достигла новых результатов в вопросе производства современных образцов ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Глава государства заслушал соответствующие доклады главнокомандующего ВСУ, министра обороны, руководителей предприятий. Детали не разглашают, однако известно о начале серийного производства вооружения. Кроме того, украинский президент провел ряд переговоров с международными партнерами. Один из главных вопросов – усиление ПВО, поставки дальнобойного оружия и увеличение артиллерии вооруженных сил Украины. Встретился с министром обороны Литвы. Это его первый зарубежный визит на новой должности. И важно, что именно в Украину. Обсудили потребности наших воинов, наше сотрудничество Украины и Литвы. Производство оружия. Обратился к участникам форума в Греции. Дельфийский форум, представительное собрание, политическое и экспертные круги Европы и Америки. Говорил прежде всего о Харькове, о других наших городах, наших общинах, которые подвергаются постоянному российскому террору. ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия – ключевые приоритеты сейчас. Работаем по всем направлениям внешней политики, чтобы дать больше этой силы нашему государству. Сегодня же поговорил с президентом Швейцарии, и это продолжение нашей консолидации международного сообщества. Каждый лидер, каждое государство, стремящееся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям, к первому саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Готовим саммит, готовим конкретные его результаты, четкую позицию относительно справедливого окончания этой войны. Мир не имеет альтернативы, но чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все форматы нашей силы. Физическое, в защите от террора, это и ПВО, и наши возможности на фронте, и наша возможность достичь необходимых результатов в Черном море, и наше внутреннее производство оружия, и экономическая устойчивость Украины, и давление партнеров на Россию, и сильнейшая консолидация мира. Ни в одном из этих аспектов мы не имеем права промахнуться. Известные американцы призвали Конгресс США ускорить процесс помощи Украине в борьбе против российских захватчиков. Обращение с призывом к американскому парламенту известные лица сделали через сайт СНН. Его подписали более 35 американских художников, активистов, артистов, ученых, среди которых певица Барбара Стрейзент, актер Шон Пен, философ Фрэнсис Фукуяма, а также историк Тимоти Снайдер. Группа из актеров, активистов и ученых напомнила, что российское политическое руководство открыто заявляет о своей цели на уничтожение украинского государства. Они указали, что украинские вооруженные силы защищают не только Украину, но и базовые американские интересы. Группа американцев напомнила, что для поддержки Украины парламенту Соединенных Штатов надо потратить примерно 5 центов с каждого доллара Пентагона, что является мелочью по сравнению с общим бюджетом Соединенных Штатов. Российские лидеры открыто заявляют, что их целью является уничтожение украинского государства и ликвидация украинского народа. Российские пропагандисты ежедневно угрожают геноцидам. Прямо сейчас Россия использует ракеты и баражирующие бомбы, уничтожая старинный и красивый город Харьков, в котором когда-то проживало полтора миллиона человек, так же, как Россия уничтожила Мариуполь, Алеппо и Грозный. Но мы подводим украинцев. Прошло 474 дня с тех пор, как Конгресс принял закон в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года. За время нашего бездействия Россия восстановила свою армию. Если Россия прорвется, это будет наша вина. И тогда мы поймем, что мы потеряли. Все, что Украина делает для нас, может быть сведенено на нет. Если Украина потерпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это будет мир, где мы можем ожидать войны в Европе и войны в Азии. Мир, в котором Россия может отрезать Ближний Восток и Африку от продовольствия, поставляемого сейчас Украиной. Мир без правил и мир полный ядерного оружия. Украинцы дают нам шанс. Шанс для американцев сделать правильные вещи. Для них, для нас, для порядочности, для человечности. Украина может защитить себя и принести стабильность во всем мире. Если же мы позволим Украине проиграть, мы навлечем катастрофу для них и катастрофу для себя. Никто не вернется. Донбасс стал своеобразным бермудским треугольником для оккупантов. Близкие российских военных ищут родных и не перестают сообщать об огромных потерях армии РФ в Украине. По их словам, эвакуация с поля боя не проводится, а в воинских частях родным не предоставляют никакой информации. Впрочем, ею владеют военнослужащие Вооруженных сил Украины. Чего ждать семьям путинских солдат, отправленных в Украину, расскажем в сюжете. По словам сослуживцев, он погиб 25 ноября 23 года в районе Красногоровки, в 5 километрах от Красногоровки. Российские военные массово пропадают без вести под Красногоровкой, населенным пунктом на востоке Украины, целыми отрядами. Жалуются родственницы солдат армии РФ. Очень много ребят там пропадают. Я все понимаю, война, войной, но не все подряды на протяжении полугода. Как только солдат выходит из боевого задания, его сразу же отправляют на новое. Получается, если они убили на первом боевом задании, значит убьют на втором. Близкие таких пропавших без вести, а также погибших солдат записали десятки видеообращений с жалобами к военному руководству. Но тщетно. Бои за Красногоровку ведутся уже который год. Российские оккупанты регулярно обстреливают и пытаются захватить город. Эвакуация раненых и погибших, со слов самих путинских солдат, россиянами не проводится. Район Красногоровки, вот мне подсказывают. Ну и как бы тяжело ранен в ногу, в руку. Ну и так осколки от кассет посечены, лицо немного. Ну и прошу как-то помочь, что ли, не знаю, или еще что-то как-то. Командование неохотно выходит с родственниками на связь. То есть ничего вообще не объясняется, не рассказывается. Мир по поиску бойцов не предпринимается вообще никаких. Руководит штурмами на этом направлении Александр Трошин, герой пропагандистских сюжетов. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звания майора. То есть людей там, понятно, раненых выводим, эвакуируем, заводим резервы. И так дальше идем, идем. Вот есть рота штурмовиков, 100 человек, да, ну 110 там, стрелковая рота. И раз через месяц все убитые, там новых набирают. Все убитые, новых набирают. Нет, нет, такого нет. Это мясник, руки по шею в крови наших ребят, которых он гнал на штурмы. Раненых, больных. Загляните в телеграм, там найдете очень много групп по розыску родных. И все с батальона отличного человека. И никакой информации родным. Просто без вести пропал. Близкие военных преступников жалуются. Солдат используют как живой щит. С их жизнями не считаются. Как только ребята идут на БЗ, спустя несколько дней ребята начинают без вести пропадать. Причем целыми отрядами. И это происходит изо дня в день. На контакт трошин не выходит. О тактике российских военных вблизи Красногоровки рассказали и военные вооруженных сил Украины. Они ворвались просто с надеждой, таким вот дерзким и дурацким способом пройти колонной техники через поле, захватить село. Убиты были все. Врага силы обороны страны разбили. Спустя несколько недель показали кадры зачистки Красногоровки. Здесь противник был уничтожен, потому что эвакуации раненых у них не было. Не было возможности никак провести эту эвакуацию. Поэтому мы делаем вывод, что они все были уничтожены. Украинские защитники подчеркивают, не Красногоровка, Бермудский треугольник, а вся территория Украины. Посягательство на которую грозит российским оккупантам гибелью. В России за последний год стало больше долларовых миллиардеров. Журнал Forbes насчитал их 125. Это рекордная цифра. Вопреки полномасштабной войне с Украиной и санкциям, список даже пополнился новыми именами. Кто эти люди и почему продолжают богатеть, расскажут наши журналисты. 125. Абсолютный рекорд российских богачей, попавших в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. На первом месте основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагид Олегперов. Состоянием в почти 29 миллиардов долларов. Только за год он обогатился за счет выплат дивидендов и увеличения стоимости акций на 8 миллиардов. Также в списке аж 19 новичков. Самый богатый среди них Иван Таврин, купивший два года назад сервис объявлений Авито. На сегодня у него 2,5 миллиарда долларов. Серьезная проблема состоит в том, что ни в одной сопоставимой по размерам с Россией экономике нет такой концентрации богатства. То есть мы видим страны, похожие на нас по размеру ВВП. Там, я не знаю, Южную Корею, Испанию, Канаду. Или там хотя бы Польшу, которая чуть меньше, но тоже крупная и похожая на нас экономика. Ну там нет такого количества миллиардеров нигде. Больше всего новых миллиардеров дал потребительский сектор. Экономисты связывают это с обратной стороной санкций. Ведь после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинуло много иностранных компаний. А вот обогатились проявившие лояльность к нынешнему режиму. Конкуренты ушли, им стало на рынке теперь работать проще. Они смогли занять большую долю. Их доходы и их состояние, соответственно, выросло. Кроме того, российские бизнесмены купили активы компаний иностранных, которые Россию покинули. Соответственно, это тоже стало дополнительным источником богатства. Сразу после начала войны число российских олигархов в рейтинге упало до 88 человек. Однако уже в 2023-м их стало 110. А теперь за год общая сумма всего состояния российских олигархов увеличилась на 14%. До свыше 570 миллиардов долларов. Впрочем, экономист Владимир Милов полагает, что эти цифры слегка раздуты. Как они считают это богатство? Они просто пересчитывают стоимость акций, которые им принадлежат, по рыночным котировкам. У нас за прошедший год невероятно раздулся фондовый пузырь на Мосбирже, потому что россиянам, у которых есть какие-то деньги, больше некуда их инвестировать. И на международные рынки нам доступа нет и так далее. Поэтому все несут это, вкладывают в акции российских компаний. Владимир Милов объясняет, тем, кто попытается продать свои акции или компании, не удастся выручить всю сумму. Ведь продать их особо и некому, разве что государству или олигархам из окружения Путина. Также экономисты считают, что миллиардеры как быстро появляются, так могут быстро и исчезнуть. Все они находятся в такой очень неустойчивой позиции. Кто-то может обогатиться и за счет санкций, и за счет государственных подрядов. Это, например, касается компаний, которые работают в области электроники, компьютерных технологий и так далее. Тут тоже у России идет сильное импортзамещение. Кто-то может вырасти на военных подрядах. А кто-то может разом потерять все, потому что государство или силовики решили, что пора этот бизнес забирать, что он слишком сильно вырос, пора, чтобы он достался нужным людям или государству. Форбс отмечает, что этот список мог быть и шире. Однако после начала войны 10 миллиардеров отказались от российского гражданства.